так всем привет ну вот сейчас парочку примеров по нашей гравитации да ну 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 давайте первый запустим пример вот как мы видим падает объекты и с разной скоростью но вот тот который был самый крайний давайте еще раз вот обратите внимание на тот который самый правый вот он как бы наиболее реалистично упал но если отталкиваться от нашего реального мира на эти другие падают не настолько реалистично но если им сверху пририсовать там парашют то уже они будут падать более-менее реалистично если они еще будут раскачиваться вправо-влево то никто ничего и не заметит вот это у меня опять таки я взял шаблон это переделанная программка вектор движения там есть видео вот но как у меня здесь происходит вот это моделировать все легко вот координата y она меняется на каждой виртуальном на каждом виртуальном тике с определен на определенные значения а это с эта скорость а это скорость на каждом виртуальной секунде увеличивается на значение гравитации соответственно вот я выстоял начальной скорости 1 1 2 но у самому крайнюю объекту 0 и вот значение гравитации 0 2 0 1 0 0 5 а вот здесь значение гравитации единичка и уже более-менее реально тот самый крайний объект падал ну для нас потому что мы привыкли мы живем на планете земля и мы уже примерно знаем как как объект падает с каким ускорением вот вот но как мы видим сложного ничего нет есть y меняется каждый раз на определенную скорость а эта скорость каждый раз увеличивается на значение гравитации но давайте попробуем попробуем то есть этот пример будет на гитхабе но он же будет модифицирован потому что модифицировать мы будем его прям сейчас вот я его не буду разбивать на два или три примера поэтому поэтому смотрите внимательно ну если вам вы на начальном этапе немного непонятно давайте смоделируем даже сделаем так чтобы объект падал по по криволинейной траектории вот сейчас он падает только вниз что нам для этого на но нам для этого надо у нас есть x и y так дальше нам нужно скоростя спи по иксу и по игреку то есть мы сейчас вектор не берем мы просто начальная скорость а по иксу и по игреку вот ну и значение гравитации мы тоже будем изменять и значит хотя нет значение гравитации у нас будет одинаково для всех вот теперь 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 смотрите начальная скорость а им по иксу и игреку у нас есть так значит на вот здесь нужно увеличивать по иксу и по игреку есть ну и что нам еще надо так как у нас моделируется гравитация то на каждом этапе у нас скорость по игреку все-таки увеличивается вот ну давайте попробуем запустить по иксу скорость так чё такое speed y вот где-то еще у нас м спит есть теперь давайте попробуем запустить посмотрим что из этого получится и как мы видим ну траектория кривая давайте добавим добавим нашему по иксу начальное значение пусть 3 будет вот вот здесь уменьшим все таки эту гравитацию поставим 0,5 и запустим еще раз то есть у нас уже траектории не прямо линейная а криво линейный вот как мы видим они были брошены и летят по какой-то траектории вот так так давайте давайте все таки тут наверно 0,3 поставлю везде тут 0,4 тут 0,1 и 0,2 и еще раз по иксу будем увеличивать на 4 пиксель вот чтобы более-менее было да и вот у нас криволинейной траектории как будто бы объект брошен вот чем больше в данном случае у нас было вот это самый крайний объект да вот там где даже 0,4 было и 0,3 сила гравитации тем они как-то реалистичнее для нас падает вот но это такое об этом я уже говорил ну и сейчас попробую еще сделать еще один пример вот не переключайтесь и так вот у меня есть еще один примерчик в котором моделирование траектории снаряда вот вот итак падающие объекты это интересно но интерес ничего стрелять из пушек и чудо бросать те же angry birds да там можно сказать моделируется траектория снаряда вот поэтому небольшие изменения и у нас уже есть моделирование траектории ну давайте сначала запустим посмотрим так снаряд у меня сейчас будет лететь шар вот с этого угла с левого нижнего угла вот летит летит остановить как мы видим летит по определенной траектории вылетел под углом 45 градусов то есть моделируется и гравитация и траектория и все такое и так нужно нам немного вернуться не вернуться подойти к математике как это все рассчитывается вот то есть есть определенные формулы с помощью которых можно там рассчитать как далеко улетит снаряд массой определенной массой если начальная скорость будет такая то то есть можем можно посчитать как далеко он улетит на какую высоту максимально он поднимется и все такое то есть но в этом в этих расчетах отсутствует сопротивление воздуха но в наших мирах никакого воздуха в принципе не до можем его убирать конечно можно добавить какую-то перемены которая будет отвечать за этот ветер или сопротивление воздуха но это такое мы мы пробуем все по простому не усложняю я научить научившись моделировать в простые вещи можно уже переходить к сложным так вот давайте к математике у нас наш снаряд двигается по иксу давайте еще раз запущу по иксу и по игреку вот давайте старт он двигается по оси y и по оси x вот соответственно нам нужно знать вот эти там смещение то есть как он будет двигаться вот и эту скорость можно разложить по осям как какая формула для этого есть но давайте попробовать здесь вот здесь написать да то есть формула по осям скорость в и икс где-то какое-то там смещение по иксу получается наша скорость в умножить на косинус кого-то угла а а или давайте энджи вот вот так по игреку у нас скорость будет давать игрек а тут давайте ну давайте и оставим x а здесь игрек здесь соответственно будет скорость в умножить на синус синус этого угла то есть начального угла то есть и и это и не шоу или начальная скорость но давайте вот здесь и поставим в и в и да дальше давайте рассмотрим движение снаряда по вертикали то есть наряд сначала упадет подымется вверх а потом упадет вниз и так у нас давайте скорость в это и грик в и грик скорость по игреку зависит ну в зависимости от т т от это время равно в и и и грик то есть начальная скорость минус же это у нас ускорение свободного падения умножить на т а вот и и непосредственно само значение и грик это скорость а это уже соответственно значение на позиции по игреку зависимости от времени значит тут у нас какая форма получается у нас вот это вот скорость начальная вы вы и и грик минус же умножить на т в квадрате давайте умножить на темп и разделить на 2 вот то есть вот так вот будет меняться у нас позиции игрек вот но это это формула для 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 нашего случая а наш случай это тогда когда начальные координаты равно равны по нулям то есть x и y равны по нулям но в нашем случае это x 0 а y не ноль потому что у нас другая система чуть-чуть координат но давайте об этом сейчас не будем вот ну и вот этот вот знак минус он здесь указывает то что наша на то что у ускорение свободного падения на направлено противоположно направлению оси игрек потому что у нас ось игрек от нуля и вот сюда вниз идет то есть противоположно по хорошему игрек в нормальной системе координат той которой мы живем вверх да есть высота 0 1 2 3 4 5 и идет вверх вот но в этом случае наша формула чуть-чуть другая да в минус потому что противоположная ось далее время которое требуется для достижения вершины траектории равно времени необходимому для падения снаряда на землю из этой верхней точки вот значит что значит как можно определить это эту точку это время вот ну мы знаем что в самой верхней точке траектории скорость снаряда равна нулю это очевидно это первое чего надо отталкиваться значить формула этого времени за сколько снаряд пролетит до ну достигнет этой вершины равно т равно в и игрек то есть начальная скорость разделить на же на ускорение свободного падения или равно вот так вот в и начальная скорость нашего снаряда умножить на синус угла angel и разделить на же ну и в этом случае время полета снаряда мы знаем 2 умножить на ты так как это т это то время на которое снаряд залетит на самую верхнюю точку а вот общее время давайте ол наверно вот так а общее время два раза больше есть теперь это мы рассматривали координаты до движения то есть ну изменение координаты y вот теперь же надо разобрать и дальше разобрали время формулы до вычисления времени то есть общего времени сколько будет снаряд лететь вот и теперь можно посчитать дальность стрельбы то есть дальность стрельбы рассчитывается то есть полное расстояние которое пройдет снаряд до падения на землю рассчитывается как его скорость умноженное на время полета вот давайте напишем форму x ну блин давайте common или ол наверное равно 2 умножить на в и x начальная скорость по иксу умножить на в и и грек начальная скорость по и греку вот вот так вот возьмем скобочки и разделить на g или же или же равно 2 умножить на начальную скорость в и умножить на косинус angel умножить на скорость начальную и умножить на синус то есть можно особо не вдаваться в подробности вот этого всего а просто вот записать сохранить у себя эти формулы так это все добро делим на g вот так вот или давайте давайте то есть это он идентичная формула да просто разное там значение или же начальная скорость и умножить на начальную скорость то есть начальная скорость квадрате дальше разделить на g и вот это все добро умножить на синус 2 умножить на angel вот это общее по полное расстояние которое пролетит снаряд вот но это такие формулы которые могут вам пригодиться они будут здесь вот и это понятное дело лежит в репозитории итак что было изменено ну x y есть начальной скорости по x по y тоже есть вот я чуть-чуть просто изменил название не speed а s добавил дальше есть значение гравитации 0.2 также есть стартовая скорость и стартовый угол вот радиус это просто радиус круга не смотрим так вот есть начальные координаты дальше начальной скорости по x y значение гравитации и стартовая скорость которую можно рассчитать да мы уже там рассматривали какие-то формулы силу вот если у вас снаряды разной массы то можно а пороховой заряд 1 то можно узнать какая сила будет действовать на объект а из этого можно узнать его скорость вот соответственно ну это все мы здесь не рассчитываем просто уже сразу задаем стартовую скорость мы все упрощаем и стартовый угол угол это наклона нашей пушки да здесь я не рисовал но вы можете это все нарисовать дальше при старте то есть когда мне известны стартовые скорости вот то есть когда вы стартовую скорость меняете вам нужно кое-что пересчитать что здесь пересчитывается здесь пересчитываются начальные скорости по иксу и по игорьку для этого нам нужно перевести углы в радианы вот формула перевода то есть это обычный угол 45 градусов мы его знаем вот там 90 мы знаем что она вправо да 180 вниз ну как бы по углам я думаю вы знаете вот но их нужно переводить в радианы вот мы переводим их в радианы и дальше при движении у нас по иксу меняется на одно значение по игреку на другое значение вот здесь как мы видим знак минус и наша скорость по игреку меняется с учетом гравитации в результате вот таких вот несложных вычислений как мы видим сложных вычислений здесь нет вообще здесь просто плюсы идут чего-то к чему-то все никаких умножений ничего это происходит перед стартом да вот и в результате мы получаем траекторию которая в принципе нормально нормально даже на шар вот летит вот я стрельнул и вот он летит по какой-то траектории так вот вы можете дописать эту программку сделать вот когда-то было давно игрушка такая стоял танк и он стрелял снарядами различными вот различными снарядами и попадал там в другой танк или не попадал есть разные снаряды там какие-то взрывались какие-то поджигали что-то какие-то еще вот то есть вы можете спокойно начать разработку такой программы вот ну давайте изменим стартовую скорость у нас было 10 давайте поставим 20 давайте поставим 20 и как мы видим траектория уже уже по-другому уже скорость увеличена вот и у нас шар уже наш летит по-другому вот здесь как мы видим уже зависимости много этот угол можно да там стрелочками управлять скорость тоже зажали и держим пробел ну как в angry birds к примеру там или были червячки такие там зажимаешь и держишь пробел и сила увеличивается вот также можно написать такую игрушку да когда нам мы попадаем на разные планеты либо просто у нас старту мы начинаем как неизвестно где то есть мы не знаем какая гравитация будет мы не знаем там какой ветер к примеру какой какой еще параметры будут и мы должны там за определенное время что-то уничтожить да у нас может быть танк слева и мы должны пушкой управлять и поражать какие-то объекты понятное дело нужно сделать пару пристрелочных выстрелов но тем не менее вот мы сейчас увеличили скорость теперь давайте увеличим гравитацию до 0.34 и посмотрим что изменится то есть меняя вот эти вот значения можно довольно таки интересную игру сделать вот как мы видим скорость была 20 но мы увеличили еще гравитацию к примеру попали на другую планету и у нас уже траектория чуть-чуть чуть-чуть уже изменилась вот ну можно еще можно еще давайте 15 поставлю можно еще попробовать смоделировать ветер вот то есть ветер может дуть навстречу нашему снаряду а может дуть по пути нашего снаряда да ну что можно сделать можно нашу скорость где тут x добавить некое сопротивление плюс равно ну к примеру ветер ветер может быть минус 4 вот так это будет какой-то коэффициент ну давайте посмотрим что получится что получится старт опа наш снаряд улетел я думаю вы заметили был сильный ветер давайте добавим двоечку то есть навстречу дует ветер 2 опа снаряд опять улетел что ж такое давайте минус 0 5 вот такой будет ветер идут навстречу стреляем стреляем а я опять улетел ну как вы видите довольно интересно получается вот ветер все-таки сильный наш снаряд как вы видите здесь просто какие-то относительные значения никакой никаких сложных расчетов нету но совокупность вот этих простых расчетов и сама идея игрушки в чем-то да там уже делает может ее сделать интересно вот ветер дует дует ну нормально нормально в минус 2 давайте один еще вот то есть этот ветер дует навстречу в процессе полета снаряда этот ветер может меняться вот он дует дует и траектория чуть-чуть не такая давайте попутный ветер в 0.1 добавим то есть мы изменим изменяем знак и где у нас наша игра как мы видим снаряд полетел дальше потому что ветер дует попутный это в червячках такая игра была очень интересно и увлекательно вот поэтому сложного здесь ничего нет немного математики немного там может быть геометрии вот ну в принципе математика и включает себя и алгебру и геометрию вот как бы немного этого всего чуть-чуть физики и мы уже получаем что-то более-менее интересное поэтому на сегодня все ну как бы на сегодня на этом примере все подписываемся делимся жмем лайки комментируем и все такое и ждем новых видео всем спасибо за внимание всем пока